И снова здорово! HipHopLA.L.A. Мы проходим сейчас мануальную терапию и, соответственно, на разогретое тело. Я уже писал несколько раз, да, многие делают как бы на холодную, лучше не делать, лучше разогреть с изогревом, с жестким. У нас массаж специально мануально, когда мы уже прошли и локтями, уже растянули его, и декомпрессировали, и подиагонали, да, в общем, уже проработали тело человека. Ну, если, например, нет времени на массаж, да, то хотя бы, вот, можно даже через одежду просто растереть. Самые основные места – это вот трапеция сверху, это паравертебральные мышцы, все их целиком сразу согреваем, поясница, крестец, в общем, все это быстренько разогрели. Либо использовали теплое полотенце, подогретое заранее, да, приложили его, промяли, Прошлепали человека, шлеплю, очень быстро согреваем, Согреваем, Простучали. Соответственно, наша цель – это реберно-поперечное сочленение, вот здесь вот простыкиваем до плавочих ребер. Нападки, плечи, таз, в общем, вот подготовили. И начинаем мы, так скажем, пока без разбора полетов, как бы, такое для всех, ну, такие универсальные приемы. В общем, идем мы от общего к частному, от поверхностного к более глубокому, да, пока мы не разбираем, что у человека, там, грыжа, сколиоз. Ну, конечно, спросили, да, если грыжи нет, то, в принципе, можно делать. Соответственно, прием такой, по диагонали начинаем его растягивать. Руки идут у нас вот так вот, потренируйтесь в воздухе делать друг друга, либо локтями, соответственно, вот так, вот так вот разжимаем. Мы уже подобное делаем, когда вот растягивали во время массажа его вот так вот, да. Одна рука встает на ость лопатки, самая выпирающаяся часть, вот так вот на себя. Желательно не вот так вот делайте, да, потому что рука пойдет на сгиб, вам будет, ну, у вас силы просто не хватит. А вот так разворачиваете, получается вот давление, видите, какое, всем корпусом. Вторая рука на ось греблем подвздошной кости, самая выпирающая, это вот, где уголок вверх идет, сюда. Растянули, дошли до предела, и после этого делаем толчок. Соответственно, наш вес, ну, видите, я стол сделал пониже специально, да, чтобы своим весом давить. То есть я вес, точку центра тяжести своего, да, стремлюсь поставить на центр между точками воздействия на человека, да, вот здесь. И еще раз дошли до предела, раскачали назад, ни в коем случае не возвращаемся, да, чтобы сделать потом толчок, только вот на пределе. И по ребрам еще раз несколько, раз получится, два, три. Ну, на половую ребра уже не идем. Зависит от объема тела человека, у кого-то получится раз, два, три, у кого-то четыре там раза, да. Ну, вот, достаточно три раза. Теперь меняем руки, вот так вот. Здесь, опять же, на уголок подвздошной кости, а здесь на лопатку, ось лопатки. Растянули и толкнули. Переходим на реберные сочинения. Два, три. Тут есть какие вот нюансы. Ну, например, вы чувствуете по объему человека, что где-то что-то у него там выпирает побольше, допустим. Зебро какое-то, да, или что-то, горбик такой, да. Вы тогда вес тела переносите больше сюда и больше действуете перед рукой. Если чувствуете, что что-то здесь напряжено, да, можно вес тела перенести туда и больше, ну, упор сделать на поясницу. Руки не перекрещиваем, потому что вам просто не хватит длины рук. А вот теперь, когда переходим на поясничную зону, да, тут уже можно руки перекрестить. Опять же, кладем на уголок подвздошной кости, здесь на ребра с той стороны. Но эта рука у нас по большей части фиксирующая. Она, ну, в принципе, она толкает, да, но она больше фиксирует, поэтому мы ее расширяем, пальцы, да, чтобы именно вот держать. Вот это рабочее. Докручиваем таз до предела, вот он в первом столе, предел до назад, не идем и совершаем толчок сим-корпусом. Я специально руку, видите, убирал, чтобы видно было, что не она, а главное растянули и в костницу толкнули. Далее, ну, толкаем как мы, по диагонали, да, наша цель всегда делать декомпрессию, поэтому по диагонали. Когда толкаем в ребра, то можно просто перпендикулярно позвоночнику, оси позвоночника. Чтобы не порвать ткань, ну, через бросную делается или через одежду, лучше сделать небольшую складочку, такую, чтобы она вот на растяжение пошла, да. Здесь упираемся в ось лопатки, здесь тоже в ось лопатки, растянули, дошли до предела, знаете, как собака вот укладывается на ночлег вот так вот, помягче, помягче, вот дошли до предела, только после этого совершаем толчок всем корпусом. Так же ниже и еще ниже. Ну, тоже нюанс, смотрите, при растяжении не толкаем ни в коем случае вниз, на компрессию не действуем, да, а сразу через ткань, через кожу, там, сало, дошли до предела костей. Вот, у порка-то в кости уже был, да, и только тогда толчок, видите, вверх немножко съезжаем, и только тогда толчок. Далее, берем все уже за остистые отростки. Я говорю, что по остистым отросткам мы не убьем, но, в принципе, иногда можно. Запястье с этой стороны ставим, запястье с противоположной стороны ставим. Натянули, вот дошли до предела, и только после этого. И, кстати, предлагайте всегда, вот тут хрустлено, да, седьмой позвонок, всегда приговорить человеку выдохнуть. Ну, я обычно не говорю, там, вдох-выдох, вдох-выдох. Просто некоторые люди, они, как бы, кто-то йогой занимался, кто-то специальными дыхательными практиками занимался, они начинают специально, там, долго вдыхать, потом готовятся как-то там психологически, потом, ш-ш-ш, долго выдыхают, это все как-то, ну, время просто тратится, и я за это время уже успею вот три раза вдохнуть, выдохнуть. Поэтому просто выдох, 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 а уж вдохнуть-то человек, быть уверенным, никогда не забудет. По-любому вдохнет. Так, выдох, 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 выдох. То есть, ну, получилось три раза, да. Это я делал по часовой стрелке. Теперь просто часовой стрелке, просто меняю руки и... И протолкал вот так вот. Если ребенок, например, если у вас ребенок, да, то можно вообще все на одном выдохе сделать. Вот, например, вот с кучами. Выдохнули. И сразу раз, 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 и все прошли. Или даже с одной стороны видите, что, допустим, ребра тут подняты, да, значит, ротированы, наверное, позвонки сюда. Логично просто их в другую сторону повернуть. Прямо берем с одной стороны. Надавили. Дошли до преднапряжения. Чуть-чуть можно там потолкать. И с выдохом вот туда их повернуть. Либо с этой же стороны. Вот. В следующем видеоролике мы разберем про декомпрессию всего позвоночника. Вверх, собственно, да, то есть вдоль позвоночника. Но для этого нам надо будет его еще дополнительно расшатать, растрясти, простучать. Об этом будет и снова здорово. Мы продолжаем наш тренинг по мануальному массажу и мануальной терапии. И вот смотрите, подходим к декомпрессии всего позвоночника. Но для этого сначала нам надо будет разжать вот эти вот связки. Пояснично-подвздошная связка, вот она по диагонали идет вот по такой. И вот по такой диагонали идет у нас крестцово-подвздошная связка. Вот так вот, буква V. Значит, если нарисовать вот ямочки, вот эти вот. Вот идет подвздошная кость. Здесь крестец. Вот так вот. И вот эти связки у нас находятся. Смотрите, еще позвонок нарисуем. Позвонок. Значит, вот это ППС у нас, а вот это КПС. Там такие коротенькие связочки и мышцы там такие по сантиметрам небольшие. И еще пояснично-крестцовый ПКС. Где пресловутый L5-S1 у нас, да? Там тоже связки. Чтобы туда добраться, их мы сначала отстучим. А, и еще. Если продолжить дальше, вот пошел позвонок следующий. У позвонков есть поперечные отростки. Собственно говоря, там находятся фасеточные суставы. Вот так вот положено. Это остистые. Дальше вот. Ну, все подробно рисовать не будем. Вот так вот остистые пошли. Значит, все это мы выщелкиваем за кожу. Значит, сначала мы должны простучать, чтобы больше свободнее они были, свободное действие было. Вот буква V, да? Это КПС. ППС. Вот здесь вот. Стучим, соответственно, по диагонали. То есть на расширение. Диагональ, вектор вот туда. Через свой палец, через свой сустав. Если у кого глянца палец вот так вот выдерживать, да? То можно и вот так вот постучать. Какой рукой стучить, вообще не важно. Можно вот этой рукой поставить, да, например. Либо правой я ставил. Сюда и сюда. Сам крестец. Вот сустав пояснище крестцовый получается. Отбиваем тоже назад. Я вам говорил, что вот это у нас базис, да? От него все кости, которые растут ниже, толкаем вниз. Которые выше, толкаем вверх. Значит, если человеку больно, да, через свою руку можно. Подвздошные кости также вот по диагонали. Если человек нормально все терпит, да, то можно стучать и прямо двумя кулаками. Если там совсем зажато, да, или вы жалеете сколько лак, то можно использовать и молоток, например. Вот такой вот. Только, конечно, по костям стучать больно будет. Поэтому мы делаем подкладочку из нескольких слоев полотенца. и через него и по подвздошным костям. Терпимо? Терпимо, да. Вот. Это мы подготовили и теперь начинаем выдергивать. Ну, давайте я без полотенца, без простыни покажу, наверное, если кожу можно взять. Вот у кого-то берется кожа, у кого-то нет, конечно. Взяли как раз за вот этот ППС и на себя его несколько раз. Потом по вот этой диагонали. Теперь Р5С1. И ниже идем до копчика, сужая пальцы, сужая область воздействия. Вот копчик берем прямо вот так вот за кожу и выдерываем вверх. Значит, как взять? Кто-то боится, когда их щипают, да, больно. Кто-то терпит, кто-то не может терпеть. Поэтому мы, когда готовимся, мы не сжимаем сильно кожу, да, а сначала готовимся вот, еще просто держим, не сжав, не сжав. А в момент рывка дергаем ровно вверх, только вертикально. Вот тогда только сжимаем. Ну, можно два-три раза поддернуть еще. И, соответственно, если щипок у вас узенький, да, то будет больнее. Поэтому берите побольше ткани, вот такой толщиной. Чуть пошире, да, вот видите, вот. Так. Далее идем по вот этим фасечным суставам. Они находятся поперечные отростки от остистых на два пальца в сторону и два пальца вверх. Вот через каждые два пальца. Получается, когда мы так захватываем, мы как раз вот, получается, попадаем на них. Что мы, собственно говоря, делаем? Дело в том, что хруст, который мы слышим, мы его слышим не в самом позвоночнике. То есть, сам позвоночник, вот это тело позвонков, да, они достаточно мощные, они очень плотно скреплены друг к другу. Они неподвижные. Если вы когда-нибудь резали, там, не знаю, свинину, баранину, да, то видели, что ножом даже их не разрезать. Сам позвоночник не разрезать. Поэтому хрустят не они. Кстати, это миф, что там пришел к какому-то мастере, он мне свернул позвонок. Позвонок свернуть невозможно. Там столько слоев мышц, там есть короткие связки вот такие, накрест, все вот это вот зашито, понимаете, там все очень жестко. А хрустят посеточные суставы, это вот, где поперечные отростки, видите, щели. Собственно говоря, вот эта щель, вот она и создает вот этот щелчок знаменитый. И, соответственно, вот взяв руками за кожу, мы добираемся до них и отчелкиваем друг от друга, раскрепощаем их. Вот в чем смысл наших дерганий за кожу. То есть вот центр позвоночника, вот пошли выдергивать их дальше. Взялись и дергаем. Где-то слышен хруст, где-то не слышен, но у нас хруст не является самой целью, да, мы прям не добиваемся, чтобы уж сто процентов хрустнул, да. Этого не надо ловить, не надо этого прям конкретно ждать. Обычно хрустит вот до сюда. Ну, дальше можно там у кого-то вот детей, может быть, и до самого верха до хрустит. У кого-то дальше плотная кожа не берется, ну, соответственно, не делаем это, да. У кого-то прям повышен, там, 6 сантиметров жиров, да, то там вообще просто не возьмешь. Ну, значит, не делаем эти приемы. У кого можно, кто терпит, тому делаем до конца. Далее, ребер на поперечном сочинении. И это я вам уже показывал. Если вот эту мышцу отодвинуть, порой собраны, да, вот мы чувствуем, вот они. Вот она гряда, ребер идет. Получается, это примерно три-четыре пальца от оси. Вот здесь, на уровне четвертого пальца. Берем за них и дергаем вверх, вертикально вверх и с этой стороны. Теперь за сам позвоночник. Наша задача расшатать его. Примерно два-три позвонка друг от друга отступаем. Их захватываем вот так вот, приподняли и растрясли. Как за шкирку кошка таскает своих котят, да, приподняли, растрясли. Но это касается только основного грузного отдела. То есть можно и тут тоже, если хватается, тоже взять. Так, и нюансы по поводу самого отрывания, как бы, да. Можно взяться вот так, да, но пальцы, как правило, слабее. Указательный палец слабее большого пальца. Поэтому выступы брать вот так. Некоторые я видел, вот так берутся. Ну, потренируйтесь, как вам удобнее, можно и вот так вот сюда. Если вы стоите, соответственно, не здесь, а ровно сбоку, да, то получается, вот вы берете. И когда мы отрываем, один способ, первый способ. Это просто ровно вверх. Второй способ. Захватили и кулаками от его ребер оторвали кожу. Вот от ребер оторвали. И это все. Мы подготавливаемся к декомпрессии. Теперь, если расстояние между позвонками, вот щупаем, да, где-то узенькие. А остистые отростки, они примерно вот толщиной с палец. И между ними вот с мизинчик. Вот такие должны быть канавочки, ямочки. Прямо вот нащупываем, где они меньше. Там можем их простучать. Через свой палец. Ну, можно вообще все простучать до конца выше. Соответственно, через каждые два пальца они идут вверх. И вы целитесь достаточно удобно. Смотрите, астистер отросток мы захватываем как бы вот так вот пальчиком, да, и через него совершаем удар через свой сустав. Вот ассисты позвонок захватили вот так вот. Ассисты отросток, да. И через него, так, пододвинуться тут. Вот. И через него совершаем удар. Удар совершаем, естественно, под 45 градусов вверх. Видите, они опущены вниз. Под 45 градусов. Поэтому мы совершаем удар вот туда. Под 45 градусов вперед и вниз, в стол. Таким образом, мы их расшимаем, декомпрессируем, да. Каждый позвонок отдельно. Помогаем, ну, тут хруст вряд ли будет, да. Помогаем в дальнейшем для следующего, следующих приемов. Да, руки лучше включить вниз. Натренировавшись, вы можете уже даже по три пальца ставить, да. И сразу по одному, по второму, по третьему. Видите, я стучу по нескольку раз. Как правило, подготавливая в основном не человека, а подсознание его, чтобы он понимал, что сюда будет удар. Чтобы он не сгруппировался, да. Два прицельных и один точный удар через палец. Соответственно, палец не держите под углом, да. Вы сами себе поломаете его. Палец полностью прижат к телу. Терпимо, да, так? Нормально, в принципе. Вот. Ну, иногда предупреждается человека, да, что при ударах вот между лопатками, ближе к шее, может быть, током он отдаст в голову, либо в руки. При ударе ниже, ну, в поясничной зоне, да, то может током отдать туда, к ногам. Так, если вы жалеете свои пальцы, да, то можно использовать, ну, есть всякие, там, болотовы продаются такие. Ну, я, например, использую вот такую детскую игрушку, саблю, которая тупая, естественно, видите. И она пропадает удобно между позвонками. Вернее, ассистыми отростками. Тем более, она глубоко не пробьет, потому что параллельные мышцы ей не дадут проникнуть, да, то есть она опирается еще на параллельные мышцы. Вперлись, главное, чтобы не съехать на ассисты. И через нее. Не съезжаем. Два сантиметра отступили. Нашли, вот нашли, где находится позвонок. Заметьте, под углом 45 градусов я бью и ставлю не вертикально, а вот так под углом. Инструмент. Серпимо, да? Ну, еще наши ассисты-позвонки, они должны быть, естественно, на одной оси. То есть вот они, ассисты-отроски, извините, заговорились уже просто. Поздно, устал уже говорить. Ассисты-отроски, да, они должны быть на одной оси, вот пальцы символизируют, но если они рассредоточены по-разному, то их также можно подбить сбоку вот этим же инструментом. То есть берем прямо вот в них, упираемся под углом, соответственно, в ту сторону, по целых градусов я проступиваю их туда и в эту сторону. Ну, естественно, соизмеряете силу удара. В принципе, там многие в интернете уже поднимают панику. Молоток, молоток, это все ужас. Да, естественно, не для каждого, во-первых, это делается, да. Во-вторых, в принципе, все нормально терпится. Я вот себе по костям спокойно могу идти по спине. В принципе, ну, ничего такого тут прямо ужасающего нету, поэтому не в этом дело. Так, подготовили, все, простучали, да. И теперь с вами приемы. Вот это косточка мизинца. Упираемся в тело человека, натягиваем ткани его и с расширением, с таким небольшим толкаем, вперед. По 45 градусов вперед и вниз. Начинаем с грудных позвонков. Натянули. И как раз, смотрите, как раз получается та сильная, вот два пальца попадаем на фасеточные суставы, на те самые, которые хрустят. Натянули, создали преднапряжение и с выдохом толкнули. Идем не отсюда вниз, да, а именно снизу вверх. Почему? Потому что тут-то мы уже растянули, декомпрессировали. И при каждом следующем толчке мы увеличиваем эту декомпрессию. А если в обратную сторону идем, то вот в чем логика получается, да. Тут мы, получается, декомпрессировали. А следующим своим движением мы опять их обратно сжали с этой стороны, да. И ни в коем случае не делаем в обратную сторону. Ну, в принципе, кто-то так и делает, да. Но логики я в этом особо не вижу, потому что вы сжимаете позвонок. И нам же наоборот надо даже сжать, декомпрессировать. Следующий прием не этой косточкой, а вот этой горховидной косточкой упираемся. Раз, два, ну, протянули. Дальше идем, упираемся основанием большого пальца. Приемы все те же самые. Вперед, натянули ткань, до предела дошли и с расширением толкнули. Желательно всем весом. Вот видите, головой качаю всем весом, задаю импульс. Дальше можно сделать мизинцами. Кулаки сжали, уперлись и те же самые движения. Видите, у нас ширина мизинца, два-три пальца как раз на подсеченные суставы мы попадаем. Натянули и сделали мизинцами. Можно сделать указательными пальцами в кулаках. Натянули и толкнули. И большими пальцами можно еще добавить, для того чтобы фаседочный сустав, он же идет выше, получается, на два пальца. Я тебе показывал, что они через каждые два пальца идут. То есть мы следующий фаседочный сустав также толкаем вверх. Только теперь уже мы руки подкручиваем. Чтобы было видно. Подкручиваем не вот так, как везде мы делали, да? Не в стороны, а вот так вот в эту сторону. Если вам не хватает вашего веса, вы это чувствуете, да? Лежит, допустим, такой мужик вот с таким вот кифозом большим, да? Поэтому можно залезть сверху. Вы добавляете свой вес. А еще, ну, смотрите, как он удобнее, да? Вот так вот и вот так вот. А еще можно не перевстать и вообще всем своим весом оттянуть. Вот только сейчас услышал, да? Вот только сейчас получилось. Два, да. Два, два, да. Два позвонка, вот и все. То есть, видите, приемов большое и избыточное количество. Какие-то вам больше понравятся, вы попробуете разные, да? Какие-то там один-два способа будете использовать, да? Но остальные нужны для того, чтобы вдруг у вас вот просто вот не получилось в такой позе, да? В другой позе сделаете и как раз дойдете до того качественного щелчка, который вы ожидали. Ну, а теперь будем пробовать все друг на друге. У нас тренинги только практические, да? Далее еще покажу в следующем видео, как сделать для больших грузных мужчин, которых вы вообще на столе не можете продавить, да? Сделаем это на полу, но об этом в следующем видеоролике. До встречи, дорогие друзья. Будьте с нами, радуйтесь и практикуйте. Как всегда, в любой работе есть нюансы. Для тех людей, кому вот, например, вот так вот болезненно, да? Вы чувствуете, можно использовать теннисный мячик. Его можно положить на остистые отростки, да? Прямо через него опять же по 45 градусов. Пробиваем. Так, как чувствуется растяжение, да? Ага. Но помягче, да? Ну, чем на лодку, конечно. Так, и по реберам сочинениям так же ставим и так же пробиваем их вверх. Если у вас нет мячика в работе, да, то обычно у массажистов есть банки, которые они используют для баночного массажа. Значит, через банку так же можно пробить, но, естественно, при секунде не стучать. Так что вот, у меня масса 20 рекомендаций. Пробуйте, экспериментируйте. С вами был Олег Гудвилл. Подписывайтесь на канал по моим друзьям у меня и устраARE! Продолжение следует...